В эфире телекомпания «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Олеся Харлина. Главная тема сегодня. Закон монета двухсторонняя. Принципиальный водитель сообщил о взятке. Любовь и ревность. Сколько получит покинутый муж за убийство кавалера своей супруги? Все в зал в Рязанском университете МВД нашли активную альтернативу улице. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Правонарушение – превышение нагрузки массы на одну из осей автомобиля. Штраф предусмотрен по данной статье от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей, плюс задержание транспортного средства и помещение его на специализированную стоянку. Соответственно, эвакуация автомобиля и содержание его на специализированной стоянке оплачивается, скажем так, водителем. Водитель оказался гражданином принципиальным. Хоть и перечислил сотруднику при исполнении взятку за умалчивание об инциденте, молчать не стал и решил наказать представителя закона его же оружием. В настоящее время он работает, со службы он не уволен. Вопрос с его увольнением со службы будет решен только после того, когда приговором суда он будет признан виновным. Даже циничные юристы признают, отучать от взяток нужно сразу обе стороны. Пока одна дает, другая так и будет залезать в карман. Делайте выводы. Не успело выглянуть первое весеннее солнышко, как полицейские снова забили в колокола. Не оставляйте маленьких детей рядом с форточками. Рязанские полицейские проводят проверку по факту падения двухлетнего малыша из окна пятого этажа общежития на улице Молодцова. Сообщение поступило в дежурную часть 9 марта. По предварительным данным, мальчик находился с мамой на кухне. В падении произошел момент, когда женщина отвлеклась. Малыш облокотился на антимоскитную сетку. К счастью, на этот раз ребенок остался жив, но получил много травм и ушибов. Любви и ревности покорны не только все возрасты, но и все социальные слои. И порой, чем больше бытовых проблем, тем страшнее развязка. Завершено расследование уголовного дела по факту гибели мужчины во дворе одной из рязанских школ. Если коротко, покинутый супругой муж до смерти забил нового кавалера своей дамы. Потерпевший умер в больнице, не приходя в сознание. Оба судимы, оба не работают и оба злоупотребляли напитками спиртными и состояли на учете в наркологическом диспансере. Несколько месяцев семейная драма накаляла страсти. В конце концов, жена задержанного ушла к другому и решительно заявила о разводе. Попытка в очередной раз поговорить о ценностях супружеской жизни с разлучником ни к чему хорошему не привела. Учитывая судимость и, наверное, тот момент, что он совершил преступление в период отбытия условного наказания, я думаю, что наказание достаточно суровым может быть. Очень часто приходится слышать такие фразы «чего от хулигана ждать» или «какие родители такой ребенок». Удобно списать трудности воспитания на дурное влияние сверстников и плохую генетику. Пока взрослые таким образом оправдывают пробелы во взаимопонимании со своими чадами, их уличные дети, как сорная трава, сами пробиваются к солнцу, рассчитывая исключительно на себя. В 1983 году режиссер Динара Осанова сняла замечательный фильм «Пацаны», не потерявший своей актуальности и по сей день. В нем как раз поднимается вопрос воспитания трудных подростков, которые не нужны ни родителям, ни государству. Именно улица и в наше время остается тем информатором, который не считается ни с возрастом, ни с полом, ни с чувствительностью и ранимостью детской души. Ее реалии грубые и циничны, но привлекают ребят ощущением независимости. Ребенок слишком поздно понимает, что за взрослые поступки и платить придется по-взрослому. За 2015 год в Рязанской области совершено около 270 преступлений, несовершеннолетними только. Легко сказать «не делай плохо» и удовлетворенно выслушав ответ «больше не буду» спокойно отойти в сторону. Труднее добиться, чтобы желание жить по совести стало естественным для воспитанника. То есть найти тот самый ключ без правопередачи к сердцам своих подопечных. Во все времена и при любом строе система работы с трудными подростками держалась на энтузиастах. Это абсолютно бесплатная секция бокса, работает на базе Рязанского филиала Московского университета МВД России. Сколько ни старайся, не получается на вскидку определить, какое количество ребят из этой группы относится к категории трудновоспитуемых. Хорошо соединять и маленьких, и взрослых, для того, чтобы маленькие уже обращали внимание на взрослых и чему-то уже от них учились. В группе тренера Дениса Самохвалова на равных условиях занимаются и курсанты, и школьники. Объявления о наборе в секцию бокса регулярно появляются в окрестных учебных заведениях. В этих стенах аксиома только одна – каждый ребенок может вырасти хорошим человеком, если до него будет кому-то дело. Многие приходят после того, как их кто-то где-то обидел, и они хотят научиться отвечать. Бывало, когда обзывают родителей, и я не могу этого терпеть сразу. Кто-то скажет, зачем обучать и без того хулиганистую детвору драться с расчетом на победу. Боксерские поединки действительно смотрятся жестко, но в этом и главная соль. Ребят учат не нанести удар, а правильно уметь от него защищаться. Занятие боксом – это твоя физическая уверенность в себе, и, соответственно, чтобы ты мог поставить за себя, за свою семью, за свою страну. Бокс учат с самого раннего возраста, такому понятию, как ответственность. Ответственность за, можно сказать, свое холодное оружие, за свои кулаки, за свои поступки. Потому что, когда боксер на улице, это уже, можно сказать, приравность к холодному оружию. Из своих 18 лет почти 11 Мирослав Пешков занимается боксом. Сегодня не перечесть всех его титулов и наград. Он уверен, ринг – лучшее место для того, чтобы научиться контролировать эмоции и лишний раз не доставать клинок из ножен. Самая, наверное, главная медаль – это спиринство Европы угрозами серебряная. Вот на этом, конечно, чемпионате самый запоминающийся момент был, когда перед финальным боем стоишь у ринга и играет гимн Российской Федерации. То есть очень сильнейшее вдохновение идет, и ты прямо выходишь с подъемом на бой. И также вот эта вот медаль – это первенство «Динамо» в 2015 году в Рязанской области в городе Касимов. Убрать детей с улиц – задача титаническая. Даже во времена Советского Союза с его дворцами пионеров, бесплатными спортивными секциями и кружками юного техника это удавалось не всегда. Илье всего 12, но он тоже успел побыть непростым ребенком до того, как пришел сюда. Меня привел мой папа. Я увидела, как он боксировал. Он тоже занимался боксом, кикбоксингом на данный момент занимается. И мне захотелось самому попробовать. Илье было за что ударить боксерскую грушу. За ехидные насмешки сверстников, за раннюю потерю мамы, за обычные маленькие неудачи школьника его возраста. По словам специалистов, уже через полгода у ребят получается оставлять лишние эмоции в спортивном зале. Бокс меня научил дисциплине первую. Потом я стал лучше учиться, координация появилась. Девчонки как смотрят? Говори честно. Девчонки хорошо смотрят. Среди высоких пружинистых ребят сразу бросается в глаза бойкая девчушка, лихо орудущая кулаками. Аня почти вдвое меньше половины своих соперников, но чувствует себя вполне комфортно. В свои девять она уверенно называет себя пацанкой и признается, что девчачья забава вроде танцев и кулинарии не для нее. То ли дело футбол с мальчишками. Мы играли. Мне рассказал друг, что есть такая секция бокс. Он говорит, приходи на тренировки. Я прошла на тренировку, мне очень понравилось. С момента посещения секции, говорит Аня, желающих обидеть стало значительно меньше. Если что, и приемы вспомнить может. Кто-то, может, обзовет. Там еще что-нибудь. Ты готова постоять за себя? Подростковое состояние человека является уникальным с точки зрения физиологии и психологии и не имеет аналогов природе. До сих пор неизвестно точно, когда оно возникло и каково его эволюционное предназначение. Некоторые ученые полагают, что эти несколько лет необходимы для дополнительного развития головного мозга. Другие, что время тратится на познание и установление социальных отношений. Одним словом, принципиально важно, чтобы в этот непростой момент юношеского максимализма и разочарований с ребятами находились хорошие наставники. Главное, чтобы они поняли, что такие секции, во-первых, дисциплинируют люди, во-вторых, они тут завязывают дружеские отношения с теми же, скажем так, людьми, которые не настроены на совершение каких-либо преступлений, правонарушений и тому подобное. Пусть идут заниматься к нам на бокс. Они их сразу научат на дисциплине и куда девать свои кулаки. По данным МВД России, сегодня в полиции служат более 14 тысяч сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних. И свыше двух тысяч специалистов работают в центрах временного содержания малолетних правонарушителей. Профилактическая работа не заканчивается ни на минуту, в том числе и с родителями, которые редко интересуются, чем их ребенок занимается в свободное время. Но перевоспитать непоседливого подростка, который бесится от скуки, в разы проще, чем ребенка из неблагополучной семьи. В глазах маленьких хулиганов мир суров и несправедлив. Привлечь внимание взрослых они стараются по-своему, нарушая закон, заведомо зная, что судить их еще рано. Если честно, многие этим пользуются. Чтобы стать лучше, нужна альтернатива. Здесь ее предлагают. В распоряжении детей и подростков бесплатный зал «Хорошие отношения» и легендарный тренер, более 30 лет посвятивший боксу. Замечательный коллектив. Еще раз огромное спасибо руководству института за открытый зал. В этом районе нет ни одной секции. Уже бокса это точно. То есть открыли зал и хорошего, высокого уровня зал. То есть оборудование на высшем уровне. По всему миру немало примеров того, как непростые ребята шли по пути исправления и добивались больших высот в спорте. Если уж доказывать себе и другим, что ты чего-то стоишь, то делать это нужно с честью и достоинством. В последнее время слова «терроризм» и «экстремизм» все чаще звучат в федеральных и региональных СМИ. Проявление такого рода нарушения закона ощущается практически во всех сферах общественной жизни. Политике, межнациональных отношениях, культуре и так далее. Сегодня в правовом поле и поговорим о таком административном правонарушении, как производство, либо хранение экстремистских материалов. Что грозит за данное правонарушение? Свершение данного административного правонарушения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 3 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства. Штраф на должностных лиц составит от 2 до 5 тысяч рублей, на юридических лиц от 100 тысяч до 1 миллиона. Возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Согласно части 1 статьи 282 Головного кодекса Российской Федерации, за совершение действий, направленных на возбуждение ненависти, либо вражды, а также на унижение достоинства человека, либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равнопринадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации, либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, наказывать штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо лишение права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года. Либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок. Те же деяния, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, лицом с использованием своего служебного положения или организованной группой наказываются штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей. Кроме того, можно на 5 лет лишиться должности или получить несколько лет исправительных либо принудительных работ. В 2015 году к административной ответственности за совершение административных правонарушений в данной сфере было привлечено 40 лиц. Прокурорами в суды направлено 3 исковые заявления о признании материалов экстремистскими. Следует знать, что уголовный кодекс Российской Федерации пополнился новыми составами преступлений, связанных с терроризмом. Как правило, постановление о возбуждении дела об административном правонарушении выносится прокурорам по материалам, предоставленным правоохранительными органами и органами безопасности. Вот и все на сегодня. Удачи на ближайшие 7 дней и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин